Ты умничать потом будешь, у меня пациент чижалый, убери машину! Машину убери, говорю! Не, 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 не. В Челябинске, а это значит в рубрике у наших южных соседей по контурной карте, под стенами десятиэтажки на даватора 10, а даватор, Лев Михайлович, если кто вдруг не знает, это генерал-майор, кавалерист, военачальник, между прочим, герой Советского Союза, погибший в 41-м году, Которому, кстати, вчера мог бы исполниться 121 год. Так вот, во дворе на Доватора 10 приключился автоконфликт с участием кареты скорой помощи и упертой дамочки. Что-то из цикла «Изучаем человские страсти». Глава 1. Гордыня. Фабула такая. В доме на Доватора 10 какому-то аборигену сделалось плохо. Диагноз не уточняется, но его в тяжелом состоянии. Загрузили в карету скорой и повезли в клинику. Все это прекрасно видела, не могла не видеть. Счастливая обладательница серого японского субкомпактвена Nissan Note, да еще и лакшери, 2008 года выпуска. Она села за руль, съехала с парковки и высунула кусок носа на дворовый проезд, по которому в это время навстречу Ниссану устремилась карета с тяжелым пациентом, мигалкой и сиреной. В этой ситуации было совершенно неважно, кто кого должен был пропустить по закону, то есть по правилам 2D. Очевидно, что по любви Ниссана водка не то чтобы должна была, а могла легко сдать задом на метр, вернуться на свое парковочное место и пропустить скорую, в которой помирал пациент. Но нет. Дамочка заупрямилась, дескать, а че это я должна пропускать? Вышла из болида и тупо встала у двери, выслушивая рулевого крестоносца. Ты умничать потом будешь, у меня пациент тяжелый, убери машину! Машину убери, говорю! Теоретически, водитель скорой мог сдать задом и выехать с другой стороны двора, но карету к тому времени сзади подперли уже несколько машин и такой путь был слишком геморроидален. А Ниссана водке нужно было чуть-чуть сдвинуться вправо. Сколько времени ее уговаривали, не уточняется. Но пациенту в скорой наверняка показалось, что очень долго. Речь идет о нескольких, ну нет-нет, конечно не часах, минутах. Но когда жизнь человека зависит от секунд, сами понимаете, чем была вызвана такая упертость автопилотки, или же врожденной патологической гордыней, или она оскорбилась на слово, которым ее обозвал оппонент из скорой, или тяжелый пациент это ее бывший муж, короче непонятно. Но важно, что в итоге она все-таки сдалась. И уговорили ее не врачи, не пилот скорой, не тяжело хворый пациент, а прохожие мужчина и женщина. Они призвали упертую пилотку отбросить обиды и внять глаз у разума. И она по оконцовке соизволила отъехать назад на парковку, и это заняло у нее пару секунд. Ну и скорая, конечно, помчалась в лечебницу. Ну и в качестве позитива на пассажок. Когда это видео появилось в интерсети, на пилотку Ниссана люди обрушились с таким лютым количеством оскорблений, или, как им казалось, оскорблений. С какими только видами живности эту бедолагу не сравнили, но, что важно, ничего сверх экстраординарного и извращенного в проклятиях не было. Все было очень стандартно, даже банально в чем-то уныло, без особой фантазии и, можно сказать, даже без ненависти. Все-таки у нас в России очень добрый народ. И это без ерничества и сарказма, это реально так и есть. Продолжение следует...